всем приветики я сегодня хочу записать видео мои наблюдения по поводу распродаж потому что на самом деле кто хочет быстрое видео и понять суть этого видео то самое главное это подготовиться к распродаже заранее а то есть разобрать свой гардероб в общем это вся суть видео на этом можно было бы закончить но если объяснять тему чтобы было понятнее и чтобы раскрыть суть того что не нужно сходить с ума на распродажах расскажу подробности так вот чтобы максимально выгодно купить на распродажах чтобы сэкономить и купить максимально качественные вещи и не купить кучу всякого хлама который вы не будете носить потому что как говорит принцип парета 20 на 80 чаще всего в гардеробах 20 вещей 20 процентов вещей носятся регулярно а 80 процентов лежит просто мертвым грузом так вот чтобы эту парадигму поменять и носить все-таки 80 как минимум 80 процентов вещей которые у вас есть нужно не покупать лишнего а чтобы не покупать лишнее нужно подружиться со своим гардеробом и в первую очередь что сделать это разобрать его отступим от темы что сейчас новогодние распродажи об этом скажу чуть позже лайфхак который вы не забудете и больше не будете никогда сходить с ума на распродажах и носиться за какими-то покупками так вот первое с чего нужно начать это нужно разобрать свой гардероб избавиться от всех вещей которые не актуальны вышли из строя которые вам не подходят по размеру по цвету по фасону по форме по любым параметрам которые вам не подходит и безжалостно их убрать из своего гардероба да это может быть звучит крамольно и это сложно действительно сложно сделать потому что ну помимо того что мы потратили время и деньги на то что купили все эти вещи как правило каждая вещь сопряжена с разного рода эмоциями и вот эти эмоции очень сложно отпустить даже не не саму вещь вот тряпочку ботиночек сложно выкинуть а именно отпустить те эмоции особенно положительные с которыми эти вещи были связаны вот это все нужно сделать это не произойдет по мгновению волшебной палочки за полчаса нет это долгий кропотливый процесс но с него нужно обязательно начать чтобы привести в порядок свой гардероб и подружиться с ним как только вы избавились от всех этих вещей лишних ненужных которые вам не подходят по разного рода причинам необходимо составить список тех вещей которые вам нужны условно вам нужны какие-то джинсы или зимние ботинки так вот вы пишете мне нужны зимний пункт 1 мне нужны зимние ботинки какие-то ботинки это сапоги это ботинки это полу ботинки на каблуке без каблука с острым мысом с круглым мысом какой конкретно фасон должен быть у вас сейчас уйдем от параметров модно стильно актуально не актуально в общем вы пишете какого цвета опять же какие ботинки вам нужны ну допустим у меня я сейчас понимаю я сейчас живу в риге в латвии здесь зима холодная плюс еще сырая поэтому мне нужны прям теплые ботинки зимние выдерживающие там сильные холода при этом я понимаю что я гуляю с собакой я очень много хожу пешком и когда я гуляю с собакой я гуляю по лесу и лазю по сугробу поэтому при этом я не хожу в офис поэтому мне нужны ботинки помимо того что они будут зимние теплые я хочу еще ботинки на толстой подошве потому что как показывает практика толстая подошва спасает нас от более сильных морозов чем тонкая подошва потому что холод от земли гораздо дольше через толстую подошву проходит к нашим ногам вот плюс мне нужна обувь которая не будет промокать не просто там если на нее чуть попала снежка я его скинула и дошла там до офиса до машины anyway мне нужно чтобы она не промокала если я лазю по сугробу то есть мне нужна обувь на из какого-то там супер технологичного материала например из гортекса вот и поскольку я очень много времени провожу в движении мне будет комфортно в спортивной ну такой трекинговые обуви или условно трекинговой обуви которая главное чтобы не промокала и у нее была толстая подошва и высокая чтобы не засыпалась не засыпался снег когда я лазю по сугробу сапоги я не очень люблю потому что они не очень универсальные там джинсы сверху заправить джинсы внутрь заправить или каким теплые штаны заправить сверху снизу это не всегда смотрится красиво поэтому обуви закрывающую щиколотку мне вполне подойдет и я еще понимаю что поскольку у меня все низы темные мне подойдет лучше всего черная обувь все я записываю такую черную обувь то же самое мы производим со всеми со всей номенклатурой вещей которая попала к нам в список нужно понять точно какая она должна быть дальше я иду в какой-нибудь онлайн магазин и смотрю ищу по всем этим онлайн магазинам которые приходят мне в голову или попадаются на просторах интернета ищу ту необходимую мне модель обуви как только я ее нашла даже ну неважно сколько она стоит но мы представляем что скидки могут быть сам плюс минус 50 процентов где когда-то начинаются в начало в начале распродаж они чуть ниже концу распродаж они чуть выше я иду в интернет магазина откладываю себе там в избранное в лайки неважно как это называется откладываю себе эту необходимую мне пару обуви и потом когда я вы делаю вылазку в живой такой магазин я меряю чтобы понять что это конкретно или из нескольких вариантов выбранная мною пара обуви идеально мне подходит и вот когда я проделала эти манипуляции со всеми вещами из моего списка я уже понимаю что вот мне нужны например эковские ботинки вот такая модель мне нужны там джинсы левайс вот такая модель мне нужен там свитер шерстяной кашемировый вот такая модель там высоким горлом с галочкой с круглым вырезом кому что больше подходит и я вот эти все вещи сохраняю себе в избранные и когда начинается распродажа я просто захожу в избранные не лазю по всему сайту проводя там днями и часами или не бегу сразу же в живой магазин и не хватаю все что мне попадать потому что вроде бы мне это нужно а потом я прихожу домой и понимаю что блин а вот таких вот кофточек у меня уже целый вагон так вот я просто захожу в избранные либо в свою корзину просто часто бывает что если ты сохраняешь в корзину закидываешь она там лежит там какое какое-то время а потом либо исчезает из корзины потому что не было выкупа либо уходит в избранные поэтому лучше сразу просто в избранные добавить чтобы не было таких нюансов что вещь пропала вот и когда на вещь оказывается скидка я ее просто заказываю себе и мне приезжает вещь которая мне была так давно нужна вот это в общем весь план который нужно проделать чтобы подготовиться мудро и правильно к распродажам и чтоб потом все эти вещи которые вы купили чтобы их носить максимально часто и чтобы они не занимали место в гардеробе чтобы вот я например последнее время очень часто путешествую и я понимаю что я не могу взять весь свой гардероб просто плата за перевес в аэропорте будет стоить столько что меня жаба задушит просто брать все эти вещи и я в любом случае составляю себе капсулы на там каждую мою поездку или если у меня большой тур как в этот раз на у меня там несколько капсул на все случаи жизни вот а сэкономленные вещи лучше потратить на более качественную вещь вот например вы покупали джинсы в h&m которые стоят там 40 50 евро плюс минус там 3-4 тысячи рублей может купить вещь уже более качественную например те же джинсы но в бренде среднего сегмента или люксового сегмента потому что часто бывает что на них скидки еще больше вот и выпал получать таким образом повышаете качество и премиальность своего гардероба но при этом экономите при этом вы носите все эти вещи тратите денег столько же сколько и раньше но ваш гардероб а ваш внешний вид таким образом доставляет вам больше удовольствия мне кажется это история про то что нужно разобрать гардероб главное не подготовиться но она действительно стоит того чтобы этим заняться да это долго я пришла к этому после того как прошла курсы в имидж академии начала практиковать как стилист я постоянно разгребаю чужие гардеробы свои гардеробы свой гардероб один один он у меня один их немного и понимаю что да действительно в конечном итоге когда ты осознанно подходишь к своим вещам ты можешь и уровень повысить и выглядеть лучше и тратить на это меньше времени и сил главное вот начать вот отсюда и и честно себе признаться что вот эти вещи мне нужны я в них хожу и аналогичные допустим но мы понимаем что нельзя купить там одну футболочку белую и ходить в ней всю жизнь срок носки и футболки это там ну 20 стирок белая футболка если она хорошего качества потому что потом и материал застирывается и белый уже не такой белый и пардон но подмышки желтеют и в какой-то момент они не отстирываются они перестают отстирываться поэтому белые вещи нужно менять чаще всего но выглядят они конечно шикарно и вот таким образом понимая что вы носите каждый день вы создаете свой новый гардероб который будет более качественным и будет приносить вам больше удовольствия так что на этом заканчиваю свой великий спич он получился коротким емким и я надеюсь он принесет вам пользу а кстати по поводу распродаж обещала рассказать но чуть было не забыла по поводу распродаж следующая заметка распродажи начинаются осенью в черную пятницу это первая такая весточка распродаж дальше наступает черный понедельник сайбер понедельник как по-разному все его называют дальше идут раздеждественские распродажи потом новогодние распродажи потом идут распродажи зимней коллекции дальше идут распродажи на 14 февраля на гендерные праздники 8 марта 23 февраля день отца и так далее и тому подобное дальше начинаются весенние распродажи а вступает как бы летом свой сезон дальше идут летние распродажи осенние и опять черная пятница черный понедельник сайбер понедельник и так далее и так по кругу то есть цикличность распродаж она всегда когда бы ты не пришел в магазин за редким исключением будет распродажи чего-нибудь поэтому всегда имеет смысл не сходить с ума когда идет вот этот маркетинговый бум когда на нас наседают бренды бренды что купи-купи-купи и побольше и вот сейчас потому что завтра этого может не быть действительно завтра этого может не быть потому что распродажа начинается и вот в черную пятницу в магазинах представлена на распродаже именно самое большое количество ну как бы скажем комплектов то есть размерный ряд самый широкий там ассортиментный ряд самый широкий вот и чем больше скидка то есть на черную пятницу они самые небольшие хотя пишут что там до 70 процентов на самом деле это все фигня все брехня может быть на одну позицию вас будет 70 а все остальное будет со скидкой 20 вот самые большие распродажи наверное это зимняя распродажа и летняя распродажа именно всей коллекции но там уже поистащился размерный ряд к сожалению и модельный ряд вот поэтому можно ждать максимальный скидок а можно если у вас там какой-то нюанс по размерной сетке или по модельной сетке или там это это например какая-то конкретная вещь какая-нибудь фельдиперсовая не базовая который который нет там в других марках вот то тогда имеет смысл там с первыми распродажами ее купить вот если это что-то базовое те же белые футболки те же кашемировые свитера там с горлом с круглым вырезом с треугольным галочкой вырезом вот тогда имеет смысл ждать максимальных распродаж потому что они есть во всех брендах во всех цветах оттенках с любым составом и любой формы и фактуры поэтому вот к чему мы спич не ведитесь на распродаже это все маркетинг будьте осознаны в своих папу покупках и да пребудет с вами стиль все всем пока хорошего денечка с вами была анна кафырина подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик и пишите комментарии на все комментарии абсолютно на все комментарии я отвечаю говорит вот да и и и